Бисмиллахи ррахмани ррахиму. Алхамдулиллах. Уссалату вассаламу аля Расулиллах и аля аляхи и асхабих аджмайин амаба'ад. Продолжим грамматический разбор Сура Аль-Хумаза Хулетиль. Мы остановились на конце второго айта на словах Ваад-дада. Алвау это харфа Атхин. Союз. Союзная частица. Мобнив Аль-Фатхи с неизменяемым кончанием с Фатха на конце. Ад-дада это фиалин мадан. Глагол прощечего времени. Мобнив Аль-Фатхи с неизменяемым кончанием с Фатха на конце. Вааль-фаэль и вофаэль действующее лицо. Это домир мустотран фии и гавазин. Скрытое в нем в допустимой форме местамени. Такдилу Ху Хуа. Скрытым местаменем здесь является местамение Хуа. Вааль-фаэль и глагол Ад-дада со своим фаэлем, т.е. скрытым в нем местаменем Хуа. Света жумлетун фаэлитун. Глагольное предложение. МАТУФАТУН АЛАЛЬДЖУМЛАТИЛЛЯТИЙ КОБЛАХА СОЙДИННО С ПРЕДЫДУЩИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ДжамА АМАЛАН. Это тоже один из семи случаев, когда предложение не имеет места в падеже. А именно предложение, которое соединено с предложением, у которого нет места в падеже. АЛЬДЖУМЛАТУФАТУ АЛАЛЬДЖУМЛАТИЛЛЯТИЙ ЛАМАХАЛЛЛЯХАМИНАЛЛЯХАМИНАЛЛЯХАРАБИ. Значит так же как и предыдущее предложение, ДжамА, следующее за ним предложение, АДДАДАХ не будет иметь места в падеже. Поэтому мы здесь и говорим, ЛАМАХАЛЛЯХАМИНАЛЛЯХАМИНАЛЛЯХАРАБИ не имеет места в падеже. АДДАДАХУВА. ААЛЬДЖУМЛАТ forsk как на него не воздействует амель, т.е. фактор наспа или джазма. В алямату рафи признак состояния рафа в этом глаголе «отдома талзахерту аля ахри» явная дама на его конце. В фаэль его фаэль действующее лицо этого глагола «домирн мустатерун фиги джавазан» скрыто в нем в допустимой форме местомения «такдилю ху» «хуа» Этим скрытым местомением является местомение «хуа». В альфиле маа фаэль глагол яхсабу со своим фаэлем действующим лицом является «джумлятун фаэлитун» глагольным предложением истинно «фиэтун» возобновляемым новым предложением. В этом случае ла махалля ла хаминал и араби не имеющим места в падеже. «Анна» Мы уже поговорили в предыдущем уроке про эту частицу, поэтому не будем все это повторять. Скажем лишь, что «Анна» — это харф талкидин у насмин — частица усиления, которая нуждается в истме и в хабре. Ставит свой истм в состояние насм в винительном падеже, а хабр в состояние раба в именительном падеже. «Танцабу лисму у тарфау аль хабр». Так же «Анна» это харфон масдарюна, харф — частица, которая превращает свой истм и хабр в мастер, в имя действия, в отглагольное имя. «Анна» — это харфон мабни' ал-фатха — частица с неизменяемым окончанием с фатха на конце. «МАЛАГУ». «МАЛА» Это «исму инна» — имя частицы «Анна». То есть, имя поставленное им в состояние насм. «Манцубан би инна» поставлены эти частицы в состояние насм, в винительный падеже. и признак состояния наспы в этом имени и явная фатха на его конце и имя Мали является мудафом, первым членом изофетного сочетания и второй член изофетного сочетания слитное местомение с неизменяемым окончанием с дома на конце на месте поджар родительного поджар посредством мудафа что касается глагольного предложения АХЛЕДА ХУ то его ИРАБ, его грамматический разбор точь-в-точь такой же, как и у разобранного нами в начале урока такого же предложения АДДА ДАХУ с той лишь разницей, что скрытое в глаголе АДДАДА местомение ХУ возвращается к слову ХУМАЗА, к худлителю а здесь в глаголе АХЛЕДА местомение ХУ возвращается к слову МАЛ богатство, поэтому не будем все это повторять сказали лишь, что АХЛЕДА это ФЕЛЛАН МАДАН, глагол прощающего времени скрытое в нем местомение ХУ это его ФЕЛЛАН а АЛЬХА это ДАМИЛ МУТТАСЛЛАН слитное местомение, мафулин бихи прямое дополнение в МАХЛЕ НАСМЕН ВАЛЬФИУЛ МААА ФЕЛЛАН ГЛАГОЛ АХЛЕДА со своим ФЕЛЛАМ все это джумлатун фиалитун, глагольное предложение в МАХЛЕ РАФА на месте поджар РАФА именительного поджар хабару Анна хабар частица Анна ва Анна МААСМИХА ва хабариха частица Анна со своим ИСМАМИ и хабаром фи ТАУЛИЛ МАСТАЛИ фи ТАУЛИЛ МУФРАДИМ рассматривается как одно целое то есть как одно имя как МАСТАЛЬ имя действия фи МХАЛЛИ НАСМЕН на месте поджар нас винительного поджар САДДАМА САДДАМ МАФУЛЕЙ ЯХСАБО заменяет собой два прямых дополнения глагола ЯХСАБО то есть стоит на месте двух его МАФУЛЕ так как глагол ЯХСАБО нуждается в двух МАФУЛЕх прямых дополнениях то есть ЯХСАБО АННА МАЛАГУ АХЛАДАГУ понимается как ЯХСАБО МАЛАГУ ЮХЛИДУГУ АЙ ИХЛАДАЛ МАЛИ ИЯХУ Аллаху АЛАМ про предложение ЯХСАБО мы уже сказали что оно может быть истинно возобновляемым в этом случае как мы сказали ЛАМАХАЛЛЯ ХАМЕНАЛЬ АРАБИ оно не имеет места в поджар также может быть ИХАЛЬ обстоятельственного образа действия ФИМАХАЛЛИ НАСМЕН на месте поджар то есть копит богатство думая полагая что оно увековечит его Джема Аль-МАЛЛИ ЗАННАН ИЛЯ АХЛИХА ВАЛЛАХУ АЛЛАМ